всем доброго раннего утра благословенной пятницы вас всех спасибо за ваше поздравление за ваши комментарии но перед тем как поехать по делам с раннего утра решили ролик выставить мой путь пока закачается и ответ на вопросы в основном вот наталья ермакова комментариях спрашивает я летом говорил что можно купить за 200 до 300 тысяч лир квартиру можно ли сейчас такое вы знаете это смотря где покупать каком месте какой дом какая квартира конечно есть гиришах можно найти еще даже и за 400 тысяч за 350 тысяч гириша маленькой квадратуры маленького не маленькая но все равно где это меньше чем 100 квадратов здесь нету квартир даже 2 плюс 1 115 квадратов вот у меня соседка внизу директора агентства недвижимости который я вчера общался она гириш у нее квартира вот у нее 2 плюс 1 115 квадратов но моем районе конечно даже 2 плюс 1 уже не купишь за так и деньги где меньше миллиона нету меньше миллиона нету но еще где-то можно найти где за 800 за 700 но это так найти вот теперь есть районы которых можно это конечно не сказать что вот такой вот именно вот многие думают да вот например кстати в анталии прошлом моем канале первооткрывателем теперь за теперь за был я я это могу даже с гордостью сказать что до меня до меня в анталии кипец никакой блогер не рассказывал про кипец кипец ассоциировали наши девочки русскоязычные да я не говорю русские заметьте русскоязычные это русскоязычным относится без снг ассоциировали как такое место где извините ходят цыгане разбойники по улицам с автоматами с мечами цыгане барабаны бьют и медведи танцуют вот после того когда я начал показывать это и показывать жизнь и туда попер народ позавчера я со своим другом разговаривал из анталии дорогим моим братом вот он мне одну вещь сказал конечно это с юмором но он сказал ты даже гордиться дьяр-бакыр горд переедешь наверно народ попрется за тобой вы знаете дело не в том что я как бы скажем так любитель так хвалить чего-то да я просто привык все говорит реально реально как есть вся наша беда вот это сейчас даже наши проблемы от того что мы никогда не хотели говорит правду понимаете никогда зато наоборот мы любили греть грязь кого-то там унизит кого-то оскорбить да мы великий да мы блин так и да мы это вот и все наши беды от этой бутафории обмана понимаете я просто где бы я не жил я смотрю вокруг где как что своими глазами мэти турции турции да даже маленьких таких городах маленьких так и город пригородах таких да везде порядок и покой здесь прежде всего безопасность безопасность на первом месте тут скрикнешь полис короче через три минуты рядом с тобой будет два три машины уже это мэти здесь медицина сейчас только что машины стукнулись еще не прошло три минуты рядом скорая стоит везде канализация везде электричество везде водоснабжение везде дороги даже пригорода в селах везде здесь нет такого как у нас например вот черемушки например туда нет я помню до сих пор в томске годы моей молодости до вечерами таксисты не ездили в степановку и черемушки ночью таксисты туда не ездили потому что было опасно это районы там очень криминогенные да вот черемушки были и до сих пор помню подшипникового завода район подшипникового завода и степановка вот еще переулок урожайные там короче вообще там хана была а сейчас там уже застроена там все уже там и жизнь кипит это там уже квартиру покупать там элитные квартиры строят также здесь также здесь которых здесь тоже вот район мама есть вот этот вот тоже как говорится вроде бы до считалось второсортным таким районом аймол там рабочий сейчас там тоже шикарные дома строят здесь дома строится очень конкретно не это вот анталии не надо путать другие города курортных городах недвижимость строится для продажи она и раньше строила картонными стенами вот хорошенько даже не имея навыков карате можно ногой короче хорошо пруд и внешняя стена улетит это стопудово я вам показывал же зачем мне врат когда я вам все это показывал строительство домов какие там щели улица видна вот вот такие кирпичики положили улица видна через эти дырки понимает там даже раствора нету там чуть-чуть положен раствор и все все для продажи здесь конечно такого нет здесь все дома построены добротные красивые как европейские дома вот европейские дома мне кажется могут уступить даже анкарийским домам по качеству по красоте по уюту вот но самое главное народ народ весь хороший и порядок тоже вот даже тут тоже есть мигранты вот из сомали есть из сирии есть но это не значит что они вот совсем уже нормальных школах даже они богата колледжах их не дети учатся вот это самая родитель может себе позволить они дают очень хорошее образование своим детям я вот здесь отрядом колледж сомалийские дети учатся там тоже много там вот я постоянно смотрю за данными эту группой да вот этих детей сомалийцев да вот дружно они приезжают на такси на такси приезжают выходят все дружно собираются человеком 5 по-моему детей там кнопочка нажимает туда такси приезжает все садятся и на такси выезжает на такси в школу ходит я не говорю уже о том что там 50 тысяч надо год платить на каждого ребенка понимаете так что шариков вот таких вот это всяких это как сгоним и такого здесь нет да и сейчас не выживешь такими все деловые все работают учатся у каждого свои проблемы никто никому не это вот сейчас мне позвонил наша соотечественник сантали тоже хочет форме квартиру свои продать и переехать сюда вот тоже спрашивал вот так что но я ему все объяснил как и вот и он говорит да нам гаташ гадирище если лишь бы чтобы квадратуру и еще даже здесь высотой 2 метра стоят потому что здесь не так и гриш вот которым я жил гиришь вот в ахатлы да и так и гриша в анталии очень много вот это было всем гиришем гириш кавычка да я хочу сказать что пол начинался от земли вот улица пол дорога воды тротуарная плитка и моя стена да и это по полом было одинаково понимаете никакого соколя ничего нет чтобы вот там говорят высокий гириш вот да там даже высокий гириш вот такой высоты это уже высокий гири считается вот такой есть соколь это уже высокий гириш это же цена другая вот здесь гириши меньше чем полтора два метра нет высотой от земли потому что и внизу еще и подвалы есть внизу еще и парковки есть поэтому гириш кириш рознь можно купить гириша пределах где-то 600 700 тысяч можно купить за такие деньги так за такую квартиру в анталии вам даже рук просто потрогать не дадут потрогать просто не дадут понимаете о еще у меня комментариях спросили будет ли такой наплывка анкаре тоже как стамбуль и в анталии все возможно все возможно вот я с товарищем разговаривал сейчас с анталии он тоже с россией тоже работал как говорится таких должностях вот мы с ним короче цель я вчера вот передачу соловьева смотрел там один выступал один из выступающих такой возрастной мужик он сказал что это надолго надолго вот это все что сейчас происходит нашей стране это надолго это надолго и пересидеть вот например ай полгода к пересижу кодек пересижу там все хорошо будет потом вернусь такого не будет я вам же рассказывал про одну бабульку который астамбуле встретил лет пять-шесть назад когда стамбуле был на рынке гран базаре бабка такая русская которая живет уже там всю жизнь ей уже под 80 даже за 80 по моему было она была ребенком первых иммигрантов которые на 30 кораблях приехали в константинополь то досок это стамбул бы константинополь и мысли разговаривались хорош такая бабка она там на рынке сидела тоже уголечки там и вязать вязала вяжение ну я не знаю у нее там прибыль была или нет но она так просто это к ней все уважительно вот это все и я хочу сказать я когда с ней разговаривался я говорю я тоже я говорю я говорю временная приехали я говорю короче я говорю все там наладится я приеду она посмеялась на меня у нее ясные такие глаза хорош такая старушка мои родители тоже думали временно в семнадцатом году временно ничего не бывает и вот с тех пор прошло пять лет ничего не поменялось стало еще хуже 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 наоборот те которые говорили да мы никуда да мы чё блин все сейчас здесь даже я же говорю я в анталии встретился с человеком который вообще пренебрежительно там относился о этом короче турция третья страна мы привыкли сингапур и отдыхать у меня жена в сингапур родила вот дочку вот мы вот любим майами летать туда-сюда сейчас смотрю короче там покупал квартиру покупал квартиру там около такой я вас обалдел я на него посмотрел и как ему а мы вот переехали сюда вот купили вот эту квартиру он джал и он джал и вы же говорили я говорю что ну вот окажется все меняется вот понимаете поэтому не говори никогда не никогда понимаете не говорите никогда никогда это нельзя у нас в мусульман есть такое от самой лошадь говорит даже наступает на то место которое говорит никогда не наступлю понимаете вот поэтому все еще впереди конечно хорошо было бы быстрее бы все это закончилось но от реальности уйти нельзя я еще раз хочу повторить что бутафории вот тогда самообманом мы ничего не добьемся в этой жизни пока не начнем говорить правду пока перестанем пока не перестанем закидывать грязью палками того который говорит правду бред да ты ерунда это человеками разговаривал сейчас буквально вот где-то наверно минут 15 назад машина этот самый еще год год ездит российскими номерами как это быть я тогда тоже говорю машинами не заезжает со своими потому что когда вы будете летать машину надо заплатно специально таможню это оттуда бумаги взять да плюс еще и другие сам это машина это считает и ваша вторая семья будет на которую тоже машины собаки кошки понимаете поэтому я хочу сказать что можно все можно но надо на все смотреть реальными глазами реальными глазами так есть на самом деле не придумывать не мечтать не врать вот тогда у нас все будет хорошо а у нас все эти все эти пороки это нас сопровождаются эти годы вранье литье грязи битье правдолюба бей правдолюба нафиг ура блин вам посмел помочь бесплатно да как он посмел сдавать его нафиг ментам понимаете и все поддерживают правильно делаешь правильно этого года надо это как он посмел сами себя противоречит люди когда мы их на хорошие прием вот из-за этого результат вот сейчас я вообще не сторонник всяких там напряженных отношений потому что напряженные отношения другими странами между людьми ничему хорошему не приводит зло порождает только зло зло еще никогда не порождало добро зло порождает только зло побеждает только тот который умнее та страна ягод так который блин хорошая техника хорошие умы экономика сильная народ народ адекватный адекватный народ самое главное адекватный без адекватного народа никакой победы нигде не будет сейчас же не те времена ура 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 пошел короче рога могут подшибать понимаете я уже говорил вам что недооценивать умы у нас такая прочка мы недооцениваем своих соперников своих как бы скажем так вот даже друзей у нас вот у меня даже среди моих друзей есть которые со мной иногда разговаривают такими глупыми шуточками да хочется прямо сказать слушать ты из кого ты в моем лице увидел то я тебе таких как ты на водопой штук сто одной фуфайкой погоню и обратно пригоню овса и он начинает этот человек человек от тобой таким таким приколом и такими этим понимаешь как бы тебя это я его на нутро вижу он такой черт но просто неохота говорит человеку говори что все равно говорят же с и глаза божья роса знаете я вам рассказывал про одного мудреца который шел и три женщины тут маленькими сыновьями с собой рядом и это женщина спрашивает великий мудрец мы хотим узнать что из наших сыновей год вырастет вы можете сказать ну я горча смогу экспертизу сделать позвал первого мальчика раз пощечину ему тот заплакал 2 раз пощечину ха-ха-ха-ха-ха-ха 3 раз пощечину тот отошел год глазам вот таким маленьким на него смотрит говорит женщина спрашивает ну чо из наших вот этот который первый год которым заплакал за него еще взяться год можно воспитать из него нормального человека ничего страшного можно вот этот год второй который год засмеялся этот год вырастет год обыкновенным год этим с и глаза божья роса у него не будет ни совести ничего вот настоящий год мужик вырастет вот у этого год третьего если в него гасил бы хватило бы он не асхалов понимает мы хотим чтобы поменялось и власти все пока мы сами не поменяемся вот так и будем бежать по всем странам по всем континентам в африку племенам чумба-юмба вот везде будем нору искать от того что мы сами наплодили понимаете сами создаем такое общество в котором нам самим невозможно жить понимаете и жалуемся что власть такая это такая правильно сказал министр мвд рашид нургалев лет десять назад по моему был до реформа вот это когда ему задавали вопрос когда у нас полиция будет хорошая он отличные слова сказал а где я гад полицейских беру я беру гад полицейские среди вас какие вы такая гад полиция будет такие мы такие будут чиновники такими такие будут депутаты понимаете вот такие дела всех вам благ хорошая пятница извините за правду я но я привык говорить все как есть как бы это не было я всегда привык как есть говорит у меня нет много друзей но даже которые есть они мой характер знают и они знают что я никогда спину не плюну даже когда со мной вот такое было прошлом канале вот это у меня один единственный друг был со мной остался который с питера прилетел пенсионер ко мне домой до сих пор я его чайником пользуюсь он говорит это тебе чайник подарок нет я говорю тебе пустым не пойду давай какой-нибудь подарочек купим да ничего я говорю не надо нет говорят пошли хороший такой самый дорогой электрический чайник вот сейчас до сих пор пользуюсь один человека остальные все разбежались от меня прибежали когда я паспорт получил представляете все начали общаться со мной когда я паспорт получил что у меня все нормально что я живу и буду жить а те которые вот это сделали я не завидую их судьбе потому что это человеческое вот это 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 всегда так и было понимаете правда она одевается очень долго пока правда одевается ложь пять раз облетает вокруг земли правда она одна поэтому она всегда проигрывает а у лжи 10-15 вариантов поэтому он выигрывает но это временный выигрыш понимаете это временный выигрыш вот так и дела всех вам благ хорошего дня пока пока пространства вот это очень Продолжение следует...